Привет! Невероятно удачный слоган придумали в Нарве. Девиз города теперь звучит так. Здесь начинается Европа. Это чтобы кто-то там не подумал, что вдруг Европа начинается где-то там, с Уральских гор. То есть едет человек из Питера в Таллин и вот в Нарве ему объясняют, вы въезжаете в Европу. На самом-то деле речь идет не о физической, а о местной политической географии. А по ней за речкой начинается все что угодно, а тут Европа. Понятно, что война оказала свое воздействие на этот демарш местных властей, но все войны когда-то заканчиваются, завершится и это. И тогда, глядишь, нарвские мундепы сменят фигу на милость и вернутся к своему прежнему лозунгу «Нарва город хорошей энергии». Тем более, что у нас с энергией могут сникнуть проблемы. И тогда Нарва нам поможет. Но если все будет продолжаться в стране в прежнем ключе, боюсь старый слоган не придется восстанавливать. Нам будет к лицу новый лозунг «Здесь кончается Европа». Именно так и произойдет, будя реформисты и дальше, несокрушимой скалой стоять на защите своего главного фотолюбителя Марка Миккельсона. Уже две недели по стране полощется самый грандиозный скандал за последние лет десять в связи с видным реформистом. Почему так важна фигура Миккельсона? По той простой причине, что это не просто реформист, не просто депутат Риги Когу, а еще и председатель парламентской иностранной комиссии. Такие люди на виду, к ним предъявляются повышенные требования в области морали. Из чего, собственно, возник скандал. Если без эмоций, то история началась с того, что жила-была дамочка с мужем, и были у них две дочери. В какой-то момент любовная лодка разбилась обо что-то. Супруги развелись, бывшая жена вышла замуж за Марка Миккельсона, но расстаться по-хорошему не получилось. Между прежними супругами не было ни тиши, ни глади, ни тем более благодати. Кто из них в чем виноват, не наше дело. Дети оставались на попечении обоих родителей. Сколько-то с мамой, сколько-то с папой. И вот папа этот обнаружил в телефоне старшей дочери. Ей было 10 лет несколько фривольных снимков этой самой дочери и пара таких, что заставило его в мае 2020 года обратиться в полицию, поскольку фотографии были непристойными. Маму и приемного папа вызывают в полицию, где выясняется, вероятно, что автор фотографии Марка Миккельсон – приемный отец. Но сделаны они с позволения его жены. В телефон приемной дочери фотографии попали из облака, куда их слил приемный папа. Полиция признает фотографии неприличными. Приемный папа признает свою ошибку и заявляет, что он больше так не будет. Полиция дело не заводит, поскольку не видит порнографического умысла. Биологический папа требует лишить мать права воспитывать детей. Мать выставляет встречный иск против отца с таким же требованием – лишить его права воспитывать детей. Мать и приемный отец выставляют требование наложить штраф на биологического папу, а не считая, что тот поделился с прессой информацией об этом закрытом разбирательстве. Биологический отец предъявляет иск о денежной компенсации к приемному отцу, чтобы тот больше не делал таких фотографий. По данным СТ-Экспресс, дело заканчивается компромиссным решением. Суд выносит вердикт – дети могут воспитываться поочередно матерью и биологическим отцом. Все эти материалы по решению полиции, прокуратуры и суда были признаны неподлежащими разглашению, поскольку в деле замешаны дети. Но кое-что все-таки всплыло в прессе, и видный реформист-фотолюбитель вынужден был что-то говорить. В итоге он рассказал, что фотографии сделаны в азарте игры, что снимал он с ведома жены, а вот стереть не успел, семья торопилась, им предстоял отъезд. Хотя переслать в облако успел. Но вот в передаче «Радиокуку» Мули и Авик прозвучало описание фотографий, они вызвали волну негодования у честной публики. При этом мы помним, что ничего разглажать по этому кейсу нельзя. Подробности были настолько вопиющими, что администрация радиостанции задним числом убрала передачу из сетки вещания. Жена Михкельсона стала оправдываться и, среди прочего, сказала, что Михкельсона в полиции не был, что неправда. Их обоих вызывали в полицию. «НЕДИНАТАЯ Я» Еще она сообщила, что первый муж добивался единоличного права на воспитание детей и на 4 месяца украл девочек. И это неправда. В газетах писали, что на 4 месяца дочерей предлагала изолировать службу защиты детей. Дело обрастало подробностями. Журналисты поделились на два лагеря. В первом считали, что реформист и председатель комиссии Риги Когу поступил недостойно. Ему надо отказаться от места председателя комиссии, да и от дальнейшей политической карьеры. Во втором лагере полагают, что ни полиция, ни прокуратуру уголовного дела не завели, следовательно, можно не трепыхаться. Тем более во всем этом замешаны дети, а журналистка этика предполагает, что в таких случаях лучше ничего не публиковать. Но публиковать почему-то пришлось. На защиту Мехкельсона и его семейства выступила психолог, которая повторила доводы вот этой второй стороны. В прессе же за Мехкельсона вступил с их адвокат. На госпортале ИР появился материал об оказавшемся в центре скандала Мехкельсоне. Более того, в передаче Пелтнеге на ЭТВ Мехкельсон с женой давали интервью, как безвинно пострадавшие. А Марков Мехкельсон прежде всего видный политик. И что же наши политики, какова их реакция? Как мы помним, скандал начался в 2020 году. В 2021-м Каякало сформировало правительство, и политики считали, что Мехкельсон получит пост министра обороны. Но портфель он не получил. Тогда реформисты вероятно полагали, что скандал, про который они знали, может дискредитировать партию. Сегодня Каякало сговорит, что Марков вполне может оставаться на посту председателя парламентской комиссии. Что-то тут не сходится. Хотя, почему же? Если бы Мехкельсон стал министром, а его можно было бы шантажировать этими снимками, то на правительство Каала спала бы зловещая тень. А вот парламентская комиссия – это другое. Это не ее вотчина, и пусть они там между собой разбираются. В Риге Кугу пока только фракция центристов выступила с инициативой лишить Мехкельсона места председателя парламентской комиссии. Члены коалиции, социал-демократы и сама, собираются на будущей неделе определить свое отношение к этому так называемому в прессе фотографическому скандалу, чтобы не говорить о педофильском. Их сдержанность можно понять. Сегодня мы попросим освободить кресло Мехкельсона за неэтичное поведение, а завтра что-нибудь всплывет, и нам тогда уже придется освобождать теплое местечко. А что сам герой многодневного скандала? Говорит, продолжу карьеру политика и на длительную перспективу пока решение не принял. Но не хочу говорить, чтобы эта история, мягко так говорит, показала, как подобными нападками можно изъять человека из общественной жизни. Такой вот безвинно страдающий, но не сдающийся офицер партии реформ. В своем паблике он написал, что рассеяны все подозрения относительно его фотографий. Опять неправда. Во-первых, по данным СТ-Экспресс он сам признал в полиции, что действительно сделал срамные фотографии несовершеннолетних приемных дочерей. Во-вторых, старший прокурор Андра Силь согласилась с мнением полиции о том, что поступок Миккельсона этически неприемлем. А народу нужна ясность. То ли крупный политик Миккельсон стал жертвой разборок в грязном бракоразводном процессе, то ли он человек, который делает непристойные фотографии несовершеннолетних. Но ясность покрыта завесой тайны. Судебное заседание было закрытым, а это значит, что о нем никто ничего говорить не может. Как пишет главред газеты Виру Матьято Эва Саммалберг-Пальм, только суд может вершить правосудие, но в скандале с Миккельсоном никак не пройти мимо факта. В его телефоне были фотографии голого ребенка. Голого ребенка, для которого Миккельсон не биологический отец. И на этом надо поставить точку. Так что у нас кажется только начинается Европа. Или уже кончается. Это уже дела внешнеполитические. Ими у нас занимается премьер-министр всей Эстонии Кая Каллас. Ей уже политикой внешней, а не Каллас, занимается президент Карис и его канцелярия. И что в такой ситуации остается министру иностранных дел, бедному Рейнселлу? Правильно заниматься внутренними делами. Поэтому он требует закрыть южную границу Эстонии. Точнее не закрыть, а ввести пограничный контроль. Чем занимается внешний министр в этом случае? Внутренними делами. Поэтому министр внутренних дел Лянемец тут же задает министру внешних дел Атлуб. Мы не видим необходимости не закрывать границу, не контроль вводить. Наши анализы рисков подтверждают, что такой необходимости нет. Да и денег нет. Если бы мы захотели ввести контроль, людей пришлось бы снимать с других участков границы. Более важных. Это намек на то место, где теперь начинается Европа. Так что южная граница по-прежнему открыта, исключительно благодаря демократическому соперничеству двух коалиционных партий. Можно спокойно ездить в Ригу и обратно, и даже дальше в Европу, точнее в европейские страны. Ведь мы и есть Европа, и ехать из Европы в Европу как-то странно. Хотя вот история с географией. Мы наблюдаем удивительную географическую особенность взаимоотношений реформистов с силовыми структурами. По давней традиции, проступки крупных реформистов либо не доходят до суда, либо там получают оправдание. Если все это происходит в столице. Здесь можно навскидку проследить, как был оправдан Сим Каллас в деле о 10 миллионах. Как прокуратура не стала возбуждать дело против Кристина Михайла о наличных денежках в пластиковых мешочках из тумбочки тещи. Как не нашли состава преступления в деле Розиману Спенту, связанные с авторолло. Как снова не нашли необходимым возбуждать расследование по той же Розиману Спенту в связи с превышением властных полномочий при назначении кандидата в Европейскую счетную палату. Список можно продолжить. Но вот стоит попасться реформисту с периферии, как немедленно принимают самолоть полицейско-прокурорские мельницы. Дело расследуется, поступает в суд, который принимает решение наказать виновного, кажется, месяц реального срока в тюрьме. Как вы понимаете, речь о нарвском видном реформисте Сергея Горлаче, осужденном таки за покупку голосов избирателей. Я надеюсь, тут нет никакой национальной подоплеки, потому что в последнее время все ломаю голову над тем, как определить нынешнее трогательное отношение значительной части эстонцев и большей части их партийцев к русским. Головка оказалась слабенькой, открытия не произошло. Зато в процессе думания наткнулся на любопытное высказывание крупнейшего эстонского писателя Карла Ристикири. Он, как известно, жил в эмиграции в Швеции. Последние примерно 20 лет буквально в Стокгольме. Собственно, писателем он был по вечерам и выходным, а в будни проводил в конторе по социальному страхованию. На жизнь зарабатывал. И вот что он пишет уже после 20 лет эмиграции в своем дневнике за 1963 год. «Со мной все время обращаются как с условно освобожденным преступником, с подозрением и тоном капраула». Эврика, думаю, вот и партийно-патриотичные эстонцы и комментаторы в массе своей этим самым тоном с таким же подозрением относятся к русским. Таким образом эстонцы стали таки европейцами, как минимум шведами уровня 60-х годов, а русские выросли до уровня конторского клерка. Хотя, если говорить про писателей, то вот тут судьбу, скажем, Андрея Иванова с литературной жизнью ристики даже сравнивать неловко, того почти не переводили. Шведы оказались равнодушны к его творчеству. А Иванова эстонцы переводит так, что скоро на эстонском его книги будут выходить раньше, чем на русском. Но вот в этом повальном партийно-политическом неприятии по наехавших есть серьезные исключения. И было бы несправедливо не сказать о нем. Министр культуры, социал-демократка Пирот Хартман публично заявляет, что Россия – наш сосед, и тут ничего не изменишь. Она надеется, что эта война закончится, и у нас будут нормальные отношения. А изучение эстонского языка – и это не вся интеграция. Она вот, например, учит русский язык, чтобы понимать побольше о том, что происходит в Эстонии. И это удивительный факт из жизни нашего правительства. Оно, кстати сказать, на неделе проявило удивительную расторопность. Как мы знаем, в результате войны в Украине пострадали или были разрушены, говорят чиновничьим языком, многие объекты инфраструктуры. По-человечески это электростанции, подстанции, тепловые узлы и трассы. И вот министр Сикут доложил на пресс-конференции правительства, что она обратилась к предпринимателям, предприятиям, чтобы те в сотрудничестве с государством поскребли по сусекам и амбарам, да поискали, какими устройствами, агрегатами и комплектующими можно помочь украинским энергетикам. Они же использовали весь или почти весь ремонтный ресурс, а надвигается зима, и люди могут остаться без воды, тепла и света, если бомбежки и ракетные обстрелы продолжатся с той же интенсивностью. Теперь очередь за предпринимателями. Авось помогут. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok